Здравствуйте, с вами Тимур Игофаров в проекте видео на ITC UA. Сегодня мы познакомимся с телевизором Samsung 7000 серии на платформе Smart TV. Он построен на 46-дюймовой ЖК-панели типа PVA с торцевой LED-подсветкой, благодаря чему и была достигнута такая небольшая толщина, не более 3 см. Пусть это и не рекорд, но смотрится стильно. Что же такое платформа Smart TV? По сути, она является конкурентом медиа-центром на базе обычных десктопов, так как позволяет с помощью телевизора воспроизводить видео и демонстрировать фотографии с USB-накопителей, подключаемых к телевизору. Можно также выходить в интернет напрямую с телевизора, причем не только загружать видео и несложные игрушки, но и ввести видеосвязь посредством Skype. Для этого достаточно приобрести веб-камеру ценой около 90 долларов. Все операции выполняются с помощью пульта дистанционного управления. Достаточно нажать кнопку «Интернет» и вы уже в онлайне. Дальше уже выбор за вами, какой именно апплет использовать. Выбор их хотя и широкий, но все же ограничен только теми программами, что есть в магазине приложений Samsung App Store. Среди доступных, например, популярные видеосервисы YouTube и Vimeo. На экране такого размера, конечно же, имеет смысл смотреть только HD-видео. Поэтому, чтобы не было притормаживаний во время воспроизведения, стоит использовать достаточно широкополосный интернет-канал. Но обратной стороной простоты работы с помощью пульта ДУ является сложность набора текстов в треке поиска. Да и стоит иметь в виду, что среди апплетов, доступных для Smart TV от Samsung, пока еще нет универсальных браузеров. Они должны появиться в продуктах следующего поколения. Пока же можно использовать специализированные приложения для изучения тех или иных интернет-ресурсов. Поддерживается в этом телевизоре и вывод объемного видео, о чем мы уже рассказывали. Поэтому лишь коротко напомним, что в комплект входят специальные очки. В качестве опции доступен и в адаптер Wi-Fi, с помощью которого можно включиться в беспроводную сеть и загружать на телевизор контент с других устройств по технологии Wireless DLNA. Как видите, устройство очень интересно широкой функциональностью, но у него есть свои особенности. Поэтому в ближайшее время платформа Smart TV вряд ли заменит обычные десктопы, хотя для этого есть все основания. Дело в том, что уже в ближайшее время Samsung планирует во всех своих ЖК-телевизорах с диагоналями 40 дюймов и больше ставить платформу Smart TV.